брат расскажи про парня которого задержали типа тебя смотрел кстати ассалам алейкум алейкум ассалам кстати да по этому поводу тоже хотел высказаться это было вот каждый раз когда что-то делает чг трк грязный у меня бывает ощущение что ну все это уже как бы предел до дно все уже пробили там больше они нас ничем наверно не удивят но они не перестают удивлять каждый следующий репортаж это просто что-то не это и дальше продолжается это пробивание дна и репортаж про молодого пацана подростка которого задержали за плохие комментарии нелестные комментарии в адрес власти и этому посвятили 47 минут 47 минут вдумайтесь в это на местном канале 47 минут говорили только о подростке который просто что-то там писал нелестное в адрес власти вы можете себе это представить но 47 минут не посвящают даже вот тем самым плохим там каким-то представителям каких-то организаций которые там кого-то на кого-то нападают кого-то там убивают даже им не посвящая столько времени на этом местном канале сколько посвятили вот этому вот молодому подростку который просто писал комментарии просто вдумайтесь в это он писал комментарии чтобы он там не писал как бы сильно он их не ругал но как можно этому посвятить 47 минут я был поражен они там его сначала заставляли его плакать потом извиняться потом с ним беседовал с ним там из его родителями директор этого человека только грязный потом минут 30 с ним беседовал муфтий кадыровский который на каждое его утверждение в этих комментариях он ему что-то там отвечал я честно говоря не смотрел меня не хватит терпения просто смотреть бред этого больного муфтия и они не я не могу у меня не хватает на это поэтому я его не смотрел я перематывал так целыми отрывками понимал что он какие-то его утверждения берет потом по этим утверждениям ему задают какие-то вопросы приводите какие-то аналогии там тот сидит с опущенной головой в тапочках в тапочках где-то они эти тапочки скрывают делают этот вот блюр потом где-то они все равно видны то человека из дома прям в тапочках вытащили привезли посадили в студию в общем это настолько клоунада такая и главное теперь в чем посыл для чего все это делается этот парень рассказывает значит что он смотрел сначала там там мое имя не называют чтобы понимали никто не говорить там вот он смотрел тумсо и там что его там из-за тумсо у него получился получилось помутнение разума но показывают его сначала с ним сидит рядом этот журналист чекотарка грязный и вот так вот они вот я сделал скриншот вот так вот они сидят и видите он объяснял говорит я сговорит смотрел сначала вот такие видео и открывает мой канал вот сижу я делаю какое-то обращение и он дальше вот рассказывает значит что сначала он осуждал меня осуждал и писал какие-то не согласны со мной комментарии потом он якобы уже где-то он играл там в игры на фоне у него был был включен я я там что-то говорил так потихоньку он как наркоман знаете ли он подсел на меня вообще как на иглу он подсел на меня и уже сам не за не заметив того он стал писать комментарии уже в мою пользу и критиковать власть после чего и все это он делал под своими под своим именем и фамилии у него прям так этот ник там и записан его имя и фамилия в общем так он свалился его в итоге задержали и в общем чем посыл посыл в том якобы если вы будете смотреть тунсов дюрахманов и его коментировать то с вами произойдет то то же самое смотри и родителям как бы говорят делайте так чтобы ваши дети не смотрели комп藉 рухман его не комментировали в то же время как бы говорят что много если вы будете много значит просматривать тумсов он вас загипнотизирует он вас завербует вы потихоньку даже если вы вначале с ним не согласны то вы потихоньку как бы перейдете на его сторону, поэтому его слушать как бы вообще нельзя, в этом весь смысл, и обратите внимание, как они идут, сначала показали другого задержанного парня, уже взрослого, которого заставили говорить, что якобы я его там что-то сдал, предал, я в прошлом эфире о нем говорил, и теперь показывают этого пацана, который тоже говорит, что якобы не комментируете, в общем, вся суть в том, не смотрите Тумсо, не смотрите его, вот что самое главное, что вы должны из этого понять, и вы должны эту информацию усвоить, родители это должны не дозволять, не дозволять этого своим детям, дети сами должны этого опасаться, в общем, сейчас все силы пущены на то, чтобы Тумсо не смотреть, теперь уже они, у них три месяца прошло, которые Кадырова им выделял на борьбу со мной, когда они должны были какими-то контраргументами, там как-то меня разоблачать, и должны были одержать победу, они ее не одержали, три месяца прошло, теперь у них не осталось другого выхода, они решили просто запугать людей, запугать их тем, что если вы будете его смотреть, мы все равно будем вас вычислять по комментариям, по лайкам, там, и будем вас вот так вот заставлять на камеру унижаться, извиняться, в общем, наблюдать за этим очень неприятно, конечно, а самое главное, вот мне интересно, куда делись эти защитники морали чеченской чести, которые так сильно за это все переживают, и обычно у меня тут в комментариях чуть ли пишут, вообще на русском, зачем ты говоришь, там, выносишь ссоры из избы, показывают молодого чеченского подростка плачущим, показывают его на весь мир, это делает этот местный канал Чего только грязно, я себе такого никогда не позволял, обратите этот свой гнев в сторону них, скажите ему о недопустимости подобного, ведь этому парню надо дальше расти, создавать семью, как-то жить, но нужно дальше с этим позором, почему они так людей позорят, что они теперь, какое будущее у этого пацана, теперь через лет 10, 20, 40, всегда ему будут об этом напоминать, ведь это все теперь в интернете остается на долгие столетия, как нам об этом говорил директор этого ЧГТРК «Грязный», вот какое будущее у этого пацана, почему таким образом унижается наш народ, почему губится будущее этих людей, почему вот эти блюстители наших нравов не выступают против этого, где ваши злые комментарии, обратите на это внимание, давайте выскажемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok